МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот мы и встретились с вами снова, мои дорогие юные математики. Здравствуйте! Привет, ребята! Математическое отделение Академии занимательных наук в лице меня, профессора Степана Петровича Круглова и моего помощника-хомяка Циркуля. Готовы снова отвечать на ваши вопросы, тем более, что их у нас всегда ого-го сколько! Всегда готовы отвечать! Мы не видели с вами целое лето, а лето пора особая. Я уверен, что у всех вас было множество интереснейших дел. И, вероятно, некоторым из вас было не до моей науки. Не исключено, что вы немного подзабыли то, о чём мы с Циркулем рассказывали вам в течение предыдущего учебного года. Да я и сам много забыл. У меня летом тоже были интересные дела. Тогда давай повторим несколько тем. Расскажем коротко, так сказать, конспективно о том, о чём мы говорили подробно в наших прошлых передачах. И, может быть, добавим что-нибудь новое о том, о чём забыли в прошлый раз рассказать. Сейчас я зайду на наш сайт и почитаю ваши вопросы. Вот, например, притужаловая Виктория попросила нас напомнить ей, что такое среднее арифметическое. Среднее арифметическое ряда некоторых величин Виктория – это их сумма, делённая на их количество. Для наглядности решим небольшую задачку. Ну, допустим, Циркуль, когда делал зимние запасы, собрал 8 орехов, 22 семечки и 30 ячменных зёрнышек. Хе-хе-хе, смешно. Мне столько и на день не хватит. Это всего лишь задачка. Требуется узнать, сколько продуктов в среднем запас Циркуль. Итак, складываем эти числа. 8 плюс 22 плюс 30 равно 60. Теперь делим 60 на 3, то есть на количество слагаемых. 60 разделить на 3 равно 20. Вот и ответ. Циркуль запас в среднем 20 продуктов. Андрей Гопанько пишет нам и задаёт такой вопрос. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое логарифмы, интегралы и теория вероятности. И в каком классе они изучаются. Сразу три вопроса в одном письме. Ну, что могу сказать тебе, Андрей? У нас были передачи и о логарифмах, и о теории вероятностей. А интегралы – это довольно сложная тема. А я забыл, что такое логарифмы. Сейчас напомню тебе и ребятам, что это такое. Предположим, мы хотим возвести в квадрат число 3. Что у нас получится, Циркуль? 9. Да. 3 в квадрате равно 9. А теперь мы хотим совершить действие, обратное возведению в степень. То есть извлечь корень. Квадратный корень из 9. Равно? Снова будет 3. Да. А есть еще одно действие, обратное возведению в степень. Логарифмирование. То есть в нашем случае логарифмирование – это нахождение степени, в которую нужно возвести 3, чтобы получить 9. Записывается это так. Логарифм числа 9 по основанию 3 равен 2. То есть двойка здесь и есть логарифм числа 9, а тройка – основание логарифма. О, я все вспомнил. Существуют специальные таблицы логарифмов, которые раньше в каком-то смысле заменяли вычислительную технику. Они помогали, да и сейчас помогают людям при самых разных расчетах. Ну, с логарифмами все понятно. А что такое теория вероятностей? Ты и это забыл, Циркуль. Теория вероятностей – раздел математики, который занимается случайными событиями и изучает их закономерности. Давайте рассмотрим на примере. Известно, что в среднем 80% всех орехов полные, а остальные пустые. То есть, переводя это на язык теории вероятностей, математическое ожидание у нас равно 80%. Допустим, ты собрал в лесу 100 орехов. Сколько из них окажутся пустыми? Ровно 20, конечно. Совсем не обязательно. В теории вероятности есть такое понятие, как среднеквадратическое отклонение. Оно показывает, как распределение случайных величин на практике может отличаться от среднего. Допустим, что при распределении полных и пустых орехов среднеквадратическое отклонение равно 5. Сейчас мы посчитаем, сколько пустых орехов из каждых ста ты сможешь обнаружить на самом деле. Циркуль. Интересно. Среднеквадратическое отклонение обозначается в математике греческой буквой сигма. Вот как она записывается. Среднеквадратическое отклонение у нас равно 5. Сигма равно 5. Согласно так называемому правилу трех сигм, практически все значения случайных величин лежат в пределах трех сигм от математического ожидания. 3 сигма – это 3 умножить на 5. Равно 15. Прибавляем это число к математическому ожиданию, то есть к 80. Итак, 80 плюс 15. Равно 95. А теперь отнимаем от 80 и 15. 80 минус 15. Равно 65. Итак, циркуль, ты можешь рассчитывать на 65 полных орехов как минимум, но не более чем на 95. А больше или меньше их быть не может? Вероятность того, что их будет больше или меньше, ничтожна. Ох, арши, петякающий. Давай следующий вопрос. Пользователь под ником Сава пишет нам. Здравствуйте, профессор. Расскажите, пожалуйста, о различных видах координатных плоскостей и о том, кто их придумал. Спасибо. Мы уже рассказывали о Декартовой или прямоугольной системе координат. А также упоминали о некоторых других. Декартова самая простая. Ее оси взаимно перпендикулярны. На плоскости осей у нее две. Х и Y. Ось абсцисс и ось ординат. А в пространстве целых три. Х, Y и Z. Да. Ось абсцисс, ось ординат и ось аппликат. Другая распространенная система координат – полярная. Каждую точку в ней можно определить двумя числами – полярным углом и полярным радиусом. Полярный радиус – это расстояние от какой-то точки до центра системы координат. Или иначе – до полюса. А зачем я узнал такая система? Для многих кривых уравнение в полярной системе значительно проще, чем в Декартовой. Например, для так называемой полярной розы. Или архимедовой спирали. Спрашивает нас Лена Павлова. Уважаемый профессор и циркуль, а что такое золотое сечение? Циркуль, давай напомним ребятам, что это такое. Золотое сечение – это деление отрезка на две неравные части, при котором большая часть относится к меньшей так же, как весь отрезок к большей. А где она встречается? Повсюду. Правила золотого сечения повсеместно встречаются в природе. Например, в паутине, в раквине улитки, в расположении семян подсолнечника и шишек сосны. Почти все части тела человека выдержаны в этих пропорциях. Даже снежинки построены по этому принципу. О, все впечатляюще! Золотое сечение широко используется в архитектуре, скульптуре, живописи. Порфенон. Собор Парижской Богоматери. Софийский собор в Новгороде. Все эти архитектурные памятники построены в соответствии с правилом золотого сечения. О, все впечатляюще! А сейчас вопрос от нашего зрителя под ником ДимДим2012. Какие есть виды треугольников? Циркуль. Какой вид треугольников первым приходит тебе в голову? Прямоугольный. Конечно. Это, пожалуй, самый известный треугольник. По величине углов различают три вида треугольников. Остроугольные. Такие, где все три угла меньше 90 градусов. То есть острые. Тупоугольные. То есть такие, у которых один угол тупой, свыше 90 градусов. А сразу два угла тупой-нибудь не могут? У треугольников на плоскости нет, потому что сумма углов плоскостного треугольника ровно 180 градусов. А значит, тупым может быть только один угол. А не на плоскости? Поговорим об этом позже. Итак, третий вид треугольников, циркуль, это прямоугольные, о которых ты вспомнил в первую очередь. У них один угол прямой и есть гипотенуза. И катеты. Мы много говорили о прямоугольных треугольниках в прошлом году. А на какие еще виды делятся треугольники? По числу равных сторон различают равносторонние треугольники. У них все стороны равны. Точно. И равнобедренные. У них равны только две стороны из трех. Мне еще про всякие необычные треугольники рассказывали. Да. Например, про сферический треугольник. Он образован пересечениями трех кругов на поверхности сферы. Сумма углов такого треугольника бывает разной. В нем может быть два и даже три тупых угла. Ах, впечатляюще. А я и забыл. На сферический треугольник похож треугольник-крыло. Он тоже образован пересечениями трех кругов, правда, на плоскости. При помощи сверла в форме треугольника-крыло можно сверлить квадратные отверстия. Еще есть невозможный треугольник. Да. Знаменитый невозможный треугольник или треугольник Пенроуза. Он относится к разряду невозможных фигур, то есть умышленно изображенных с ошибками передачи перспективы. А теперь давай задачку. Слушай условия задачи «Циркуль». На юг летит журавлиный клин. Угол при его вершине равен 20 градусам. Допустим, у нас имеется бинокль с треукратным увеличением. Как изменится величина угла, если мы посмотрим на журавлиный клин в этот бинокль? Это просто. В три раза увеличится, будет 60 градусов. Да, «Циркуль», ты многое забыл за лето. Значение угла не изменится, даже если мы посмотрим на журавлей в телескоп. Все равно будет 20 градусов. Ну а теперь пора прощаться. Ребята, пишите нам с «Циркулем» по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои новые вопросы на нашем сайте радостьмоя.ру. «Циркулю» и профессору Круглову. До свидания. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова